МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу события в студии Наталья Полякова. Здравствуйте. Губернатор Брянской области с рабочим визитом побывал в Гомель. Александр Богомаз провел рабочую встречу со своим коллегой Иваном Крупко. А после главы двух регионов приняли участие в открытии реконструированного военно-исторического комплекса «Партизанская крыничка». Все подробности в репортаже моего коллеги Александра Новикова. Рад вас видеть. Землякам. Традиционная встреча на российско-белорусской границе, которая, к счастью, есть только на картах. Ни пограничный, ни таможенный контроль не предусмотрен между Россией и Республикой Беларусь. Предусмотрены только крепкие объятия и дружеские рукопожатия. Губернатора Брянской области Александра Богомаза, председателя областной думы Валентина Субота и встречающего гостей заместителя председателя Гомельского облсполкома Владимира Привалова. А в здании областного правительства Гомельщины состоялась уже пятая в этом году встреча руководителей двух соседних регионов. Иван Крупко отметил, что тесное взаимодействие властей Гомельщины и Брянщины приносит положительные результаты. Не прошел в пустую экономический форум, который состоялся 20 мая. Уже, наверное, такой нормальной и дружеской работой становятся поездки наших руководителей, дорожных организаций, строительных организаций, других направлений и выстраиваются целенаправленно на работу. Гомельские компании работают на строительном рынке Брянской области, ремонтируют дороги. Белорусское участие есть и в самом центре Брянска. Ваше такое волевое, я бы сказал, принятие решения по совместному восстановлению площади партизан и с использованием с нашего Ленинского района гранита, но это какой-то мерой даст символичную нотку для более близкой и настоящей дружбы. Иван Крупко пригласил Александра Богомаза в Гомель не просто так. Здесь, в нескольких километрах от города, в этот день открывается реконструированный военно-исторический комплекс «Партизанская Креничка». Этот год в республике объявлен годом исторической памяти, и гомельчане прилагают все усилия к сохранению нашей общей истории. Это наша история, это наша боль, наша трагедия, ну и наша гордость. Наша гордость за наш общий народ, советский народ, который не только выставил в самой кровопролитной войне, но и было организовано народное сопротивление партизанам, которые и на территории Белоруссии, и на территории Украины, и на территории Брянщины. На девятом километре трассы Гомель-Чернигов сейчас работают поисковики. Они ведут раскопки, чтобы извлечь из многочисленных захоронений останки мирных жителей, которые были замучены здесь в 1941-1943 годах немецко-фашистскими захватчиками. Уже удалось перезахоронить 687 тел, но счет, видимо, будет идти на тысячи. Здесь могут быть люди разных национальностей. В Гомеле во время войны было четыре гетто, одно было в Новобелеце, это непосредственно примыкающая сейчас окраина города, как раз выходит практически к местам этих массовых казней во время Великой Отечественной войны. Поэтому здесь пока точно доподлинно неизвестно, но здесь может быть, ну, собственно говоря, несколько тысяч, если не десяток тысяч. Теперь здесь есть часовня и поклонный камень, где можно возложить цветы, помолиться за души всех зверски замученных гомельчан. Военно-исторический комплекс «Партизанская Криничка» появился здесь в 80-х годах на месте стоянки партизанского отряда «Большевик». Это была стелла, у которой собирались фронтовики и подпольщики. Несколько лет назад руководство области решило вдохнуть в это место новую жизнь, а подтолкнул на это пример Брянщины. В 2020 году, кстати, после посещения тогдашним нашим губернатором Гомельской области «Партизанской поляны», возникла у него идея все-таки расширить этот комплекс. Были проведены несколько субботников, собраны средства. Методом народной стройки почти без помощи бюджета здесь, построенной землянки, появилась асфальтированная дорога, завезена военная техника. И это только начало большой работы. Сегодня здесь, на партизанской крынишке, мы отдаем святую дань памяти и глубочайшее уважение партизанам и подпольщикам, не только Гомельщины, но и всей Белоруссии. Пример того, что история России и Белоруссии нераздельно сплетена, можно найти и здесь. Партизанский отряд «Большевик» был организован уроженцем Брянской области Емельяном Барыкиным. Он был удостоен звания Героя Советского Союза, его имя сейчас носит одна из улиц Гомеля. Именно он дал начало партизанскому движению всей Советской Белоруссии. Мы гордимся тем, что в русской земле свято хранят память о нашем земляке, Героя Советского Союза Емельяне Игнатьевича Барыкине. В 23 года он начал свой славный путь в Красной Армии. Служил в Гомеле, был избран секретарем Гомельского горкома партии. С началом Великой Отечественной войны под руководством Емельяна Игнатьевича проходила оборона Гомеля, помощь фронту, эвакуация предприятий и людей. Что такое война? Участникам памятного митинга продемонстрировали военные реконструкторы. Во время Великой Отечественной смерть дышала в лицо практически каждому жителю нашей страны. И неважно, было ли в руках у тебя оружие. Сердце холодеет от того, что происходит на поляне. Невзирая на то, что понимаешь, стреляют холостыми и люди гибнут не по-настоящему. А ведь 80 лет назад все происходило не понарошку. В каких условиях приходилось жить партизанам и вести борьбу с врагом, рассказывают землянки. В них воссоздана обстановка 80-летней давности. Все это часть патриотической работы с молодежью. Ведь именно молодому поколению необходимо передать историю о беспримерном подвиге и героизме народа-победителя. Единого народа России и Беларуси. Александр Новиков, Сергей Дюков. События. Гомель. Республика. Беларусь. Будьте в курсе. Самые свежие и актуальные новости на нашем официальном сайте губерния.тв. Заходите и читайте прямо сейчас. Под Брянском на поляне журналистов почтили память военных корреспондентов. Приурочили мероприятие к 81-й годовщине выхода в свет первого номера газеты на разгром врага. В Брянском следственном управлении взяли на контроль вопросы лекарственной помощи детям. По телефону родителям разъяснения давали руководитель ведомства, а также уполномоченные по правам ребенка в Брянской области и заместители директора департамента здравоохранения региона. Брянская прокуратура проверила детские площадки и нашла нарушения. Рейд прошел после обращения активистов из Брянского отделения ОНР. В Брянске на улице Камозина укладывают верхний слой асфальта. Это продолжение работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Хотите больше новостей? Заходите на губерния.тв. В Брянской области 639 человек пострадали от укусов клещей с начала года. Среди них 197 детей. Центр гигиены и эпидемиологии по области исследовал 552 клеща. Среди них выявили 58 положительных результатов на боррелиоз и 4 на анаплазмоз человека. В регионе проводят обработку против вредных насекомых. Уже обработано 330 гектаров, в том числе и летнее оздоровительное учреждение. Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности в лесах, парках и садовых участках. Специалисты рекомендуют использовать светлую одежду для посещения опасных участков и отпугивающие средства для насекомых. С 25 августа стартует очередной этап программы туристического кэшбэка и продлится до 10 сентября. Жители города снова смогут отправиться в путешествие по России, сэкономив при этом 20% от стоимости путевки. Подробнее Валентина Матвеевская. Чтобы вернуть 20% от стоимости тура, необходимо оплатить услуги с 25 августа и по 10 сентября. В путешествие нужно будет отправиться с 1 октября и вернуться не позднее 25 декабря. Для поездки в круиз с 1 сентября. Ирина Литвикова уже не первый раз участвует в программе «Туристический кэшбэк». В этом году они снова всей семьей планируют поехать в город Судак. Очень нравится природа Судака. Ребенок так как часто болеет, то мы с ним ездим в сезоне, ну как скажем, дышим воздухом, да, природой любуемся. Очень ему нравится Судак сам по себе. Его горы, вот мы ездим, там есть гора, сокол ему очень нравится. В связи с тем, что возвращают денежные средства, можно что-то позволить себе, например, ребенку что-то лишнее купить, да, там, что, ну там, что там захочется ему, там, может, какое-то из одежды, да, что-то интересное. Максимальная сумма кэшбэка – 20 тысяч рублей. Оплатить поездку необходимо картой МИР. Выплата поступает автоматически в течение пяти рабочих дней. Оформить поездку нужно будет у туроператоров, участвующих в программе. На новом этапе кэшбэка добавилось направление Дальнего Востока. Здесь более выгодная акция туристического кэшбэка. Максимально возвращают до 40 тысяч. Еще одно нововведение этого этапа – поездка должна включать минимум три ночевки. Ранее было две. В предыдущий период акции наибольшим спросом пользовались поездки на Байкал, Санкт-Петербург, Казань и Тюмень. Важно отметить, что программа туристического кэшбэка действует на всей территории Российской Федерации, поэтому можно приобрести путешествие и по Брянской области, в популярные курортные регионы, где в это время все еще будет продолжаться бархатный сезон. Брянск – один из лидеров по турпотоку в ЦФО. Несмотря на то, что у нас нет таких объектов туристических, как морские какие-то пляжи и так далее, тем не менее у нас достаточно объектов турпоказа. У нас очень интересный регион с точки зрения объектов исторических, объектов, связанных и с партизанским нашим движением, и с археологией. Поэтому Брянск, по этому показателю, является одним из лидеров ЦФО после Москвы, Московской области и других крупных регионов. Вернут часть денег, потраченных в турах, круизах, за проживание в санаториях, пансионатах и отелях, представленных на сайте мирпутешествий.рф. Получить кэшбэк можно неограниченное количество раз. Валентина Матвеевская, Анатолий Чикрыгин. События Брянск. На Кургане Бессмертия новая выставка под открытым небом. Казачество на государевой службе. Об экспозиции подробнее Александра Савельева. Вот Россия, мать Россия, мать Российская. На Кургане Бессмертия не только казаки. Послушать задорные песни и полюбоваться яркими танцами пришли отдыхающие в парке Брянцы и гости города. Многие из них гуляли с детьми. Я забрала их с садика и мы решили сюда. Мы обычно часто здесь гуляем. Но не ожидали, что здесь вот такое. Подойдете, ознакомитесь с выставкой поближе? Заинтересовала? Да, конечно. Расскажите внучкам. Да, расскажу внучкам и покажу. При поддержке РОС, ИЗО и Брянской городской администрации прикоснуться к фонду Государственного исторического музея можно прямо в центре города. На выставке фотографии уникальных экспонатов, оружия и наград, картин и исторических сюжетов. Без казачьих сабель не обошлась ни одна русско-турецкая война. Казаки покоряли Кавказ. Участвовали в присоединении Казахстана и Средней Азии, освоении Сибири и Дальнего Востока. Казачьи песни, мне кажется, они для души каждого человека. Вот, хоть поешь строевую, пролягала, да, на путь дорожка, сразу казаки приободряются. Или такую лирическую, не для тебя придет весна. Или веселую, как мы пели сегодня, сотню. То есть, каждая песня, она особая жизнь, особый рассказ. Казачество на государевой службе не первая выставка в парке. Это инициатива Министерства культуры РФ. Показать россиянам многогранность родной страны. Казачество является одним из народов, которое славило Россию во все века. Недаров Лев Николаевич Толстой сказал, Россию родило казачество, а казака родила граница. Потому что, где были завоевываны наши границы, там стояли казачьи заставы. И они защищали наши рубежи. Слава казачеству! Спасибо! Любовь! А сейчас продолжение темы коммунального скандала с душком. Неделю назад съемочная группа Брянской губернии побывала в подвале дома номер 5 по улице Любезного. Из-за постоянных прорывов канализации и водопровода подвал пятиэтажки превратился в зловонный отстойник. Директор управляющей компании «Ваш дом» торжественно пообещала разобраться и исправить нарушения. Мы тоже пообещали нашим зрителям, что будем держать их в курсе развития событий с фекальным затоплением многоэтажного дома. Что сделано спустя неделю, смотрите в репортаже Алексея Есипенко. Это съемки недельной давности. Директор управляющей компании «Ваш дом» Динова Крашова еще полна решимости разобраться с затоплением подвала пятого дома по улице Любезного. Обязательно я отправлю туда работников, для того, чтобы они разобрались и устранили всю эту неприятность, которая там сейчас происходит. Ровно неделя прошла с того момента, как вы к нам приезжали. Как директор управляющей компании обещала вам прийти лично и исправить тут что-то, навести порядок. Или прислать кого-то. Или прислать кого-то. Никого. Тем временем вода из подвала потихоньку уходит. Но во многих местах луж заполняют новые протечки. По словам жильцов, трубы не менялись со времен постройки дома в 1975 году. Те трубы, которые вот уже несколько недель лежат во дворе, остались после ликвидации очередного прорыва горячего водопровода, который транзитом проходит в подвале пятого дома. Горячая вода подогрела почву и существенно усилила ароматы канализационных остатков. Очередной удар зловония, как всегда, приняли жители первых этажей. А залитым подвалом, вон стоит на всю квартиру, я задыхаюсь. Тем более у меня и астма, и в общем сердечком плохо. Давление за 200 шкалить, скорую вызываю. Подвалы залиты почти круглый год. Нина Филикова уже почти 50 лет в инвалидном кресле. За помощью обращалась в администрацию Брянска. Помогли, сделали съезд из квартиры во двор. Да только вот оказалось, что самостоятельно во двор Нина выехать не может. На коляске нигде не проеду, нигде. Ни в аптеку не могу съездить, ни в магазин, ничего. Потому что здесь вот дорога на углу заливается канализацией. Я однажды ехала, остановилась ни туда, ни сюда. Ни люди не могут до колена. В общем, проблем очень много. У нас не убираются подъезды, двор. Периодически люди меняются. Дальше свет постоянно, даже сами меняем лампочки. То есть тоже звоню, неделю-две лампочка с дочкой чуть не упали. Ступенька тоже сломалась, чуть тоже с дочкой. Несколько раз ходим, спотыкаемся, надо что-то решать. У меня, скорее всего, сегодня уже официальное обращение в органы прокуратуры, жилищной инспекции, Роспотребнадзора о проверке оказаний, каким образом оказывают услуги управляющая компания. Мы, жильцы, говорим, что эта услуга оказывается ненадлежащим образом. У меня есть письмо, которое я писала управляющей компанией, где я просила официально отчитаться о поступлении денежных средств по статье «Текущий ремонт и содержание жилья» и целевое расходование этих денежных средств. Прошло уже два месяца, никакого ответа я не получила. Видя такое многолетнее наплевательское отношение, жильцы пятого дома по улице Любезного решительно настроены отказаться от услуг управляющей компанией «Ваш дом». И еще до начала отопительного сезона найти достойную ей замену. Алексей Есипенко, Анатолий Чекрыгин, Дмитрий Матеров. События Брянск. Прочувствовать менталитет и стать русским, несмотря на то, что родился и вырос на другом континенте. Историю африканца Алена, слесаря-ремонтника с цементного завода, узнал Дмитрий Газин. Всем привет! Мое имя Дигбе Анж Ален Жильсауа. Вы смотрите события на телеканале «Брянская губерния». Для коллег он просто Ален. 28-летний выходец из Коди-Уара с горящими глазами. На заводе он обычный слесаря-ремонтник цеха обжига. Следит за линией печей. На рабочее место съемочную группу не позвал. Безопасность, да и дело, мягко говоря, пыльное. Это моя линия. Я должен постоянно смотреть, чтобы там все будет хорошо. Как и остальные тоже. Вот прихожу, прихожу и там всем. Шлам не хватает там. Или шлам падает. Или они мне позвонят, или я сам сразу везет. Я пошел там добавить печень. Вообще у Алена юридическое образование. Окончил БГИТУ. Но бумажная работа говорит не для него. А на завод позвал друг. И Ален нисколько не жалеет о своем выборе. Когда ты придешь на работу, у тебя есть что там деля. Понимаешь, я работаю в 8 на 8. У меня есть что там деля. Я не могу просить. Время идет, ты работаешь. Все, ты идешь домой спокойно. А когда ты хочешь приехать на работу, что ты будешь делять там тоже дома. Или когда ты здесь, нету, что там делять. Скучно будет. Семья Алена большая. Помимо родителей, три брата и две сестры. Младший учится на медика в Калуге. Ален помогает ему финансово. Семьи отмечают, что Россия и Коди Вуар несколько похожи. Конечно, я из другой страны, у нас другая культура. Но для меня есть похожая культура. Просто у русских есть постоянно, что надо отвечать. А у нас тоже. Мне это интересно. Русские свои, они не просят свои. Мы тоже не просят наши. Все же главная причина остаться в России – это любовь. В Брянске Ален встретил свою жену Екатерину. А сейчас воспитывает двухлетнюю дочь, названную в честь мамы. Дикбе Амен Гидера Анжела. У меня друг, девушка. Моя жена, это была его подруга. Ну, а меня пригласили, пошли встретить с моей подругой. У него будет моя подруга, у него тоже будет подруга. А эта подруга, это была моя жена. Мы там были, я еще почти 4-5 месяцев был здесь. Да, еще мало. Я еще русский, вообще не знаю. А когда она хочет меня что-то спросить, она начинает его спрашивать. Я потом помню, если переводит. И я ему тоже по-французски объясню, и он тоже переводит на русском. А потом она сказала, давай ты сам, что у тебя есть, как русский, говори, я тебе понимаю. И, ну, постоянно чуть-чуть-чуть-чуть. И потом по телефону общались. Сколько раз, почти мы 9 месяцев общались. И после этого была моя жена. Конечно, русский язык дается тяжело. Но у Алена неподдельный интерес постичь все тонкости русской лексики. Чем больше мы общаемся с русским человеком, тем больше мы будем понимать. Ну, сейчас такой немного вопрос к изучающему русский язык иностранцу. Вот есть у нас особый язык. Скажем так. Который очень туманен для иностранца, но очень родной русскому. Ты его понимаешь? Конечно. Это называется русский для русских. Да. Это русский для русских. Без такое слово никто не будет понимать русский. Я, конечно, знаю русский мат. Но я не общаюсь. Мне не понравится. Это нечто мне не понравилось. Мне понравилось, когда русский мат говорят. А я сам не могу просто так. Потому что если я постоянно так разговариваю, у меня будет постоянно мат в любом месте. А я это не хочу. Главный совет от Алена всем приезжим – учить русский язык. Сначала русский надо знать, а потом будет жить. Если ты не знаешь русский, ты ничего не можешь делать. Потому что никто не будет с тобой общаться по-французски. Культуру надо уважать, человеку надо уважать. Дело, чтобы для себя было хорошо. Надо это делать. Но не надо. Приезжают и сказали – да, русский мне не нравится. Да, у меня тоже был такой. Что я тут делал? Язык я не понимаю. Тяжело общаться с русским человеком. А у меня старший брат, он сейчас домой, он мне говорит – успокойся. У меня тоже серфис. Они не обучали русский. Он сказал – спокойно, все будет нормально во время. Он только ушел, когда мне позвонишь постоянно, я сказал – да, алло. Но все, теперь не наш, ты русский. Дмитрий Газин, Дмитрий Матеров. События Фокина. Молодые бизнесмены Брянской области могут получить грант до 500 тысяч рублей на создание и развитие своего дела. Сейчас завершается работа по утверждению порядка распределения финансовой помощи в регионе. Вскоре начнутся конкурсные процедуры. У меня здесь кальрабия, фенхель, кинзу. Все знают, вот милиссу я пробую выращивать, горох, микрозелень. Если спустимся чуть ниже, то и красный базилик, и санго редиско-фиолетовое, и крест-салат, и пакчо, и рукола. И это малый такой список из того, что в принципе может быть. Говорящая фамилия как раз про Максима Зеленева. Студент 4-го курса Брянского технического госуниверситета не на шутку увлекся выращиванием микрозелени. Это совсем молоденькие всходы овощей и пряных трав, кладезь витаминов и минералов. Например, если кто-то любит пасту, поострее, можно добавить редиски туда. Она и придаст и вкус, и внешний вид. То есть рестораны очень любят именно цветные культуры. Под выращиванием микрозелени Максим оборудовал два стеллажа. Здесь все по науке и экономически обосновано. Полезную продукцию покупают кафе, магазины и частные клиенты. Сейчас все мысли молодого человека о том, как вывести этот бизнес на новый уровень. Помимо того, что продавать просто микрозелень, обычную зелень, я еще прорабатываю свой собственный новый проект. Это установки для домашнего выращивания зелени. Она размером, ну буквально в диаметре 25 сантиметров, подобрана так, чтобы поместиться на самый средний подоконник, вот обычный. Сделать первые шаги в этом направлении и расширить производство Максим Зеленев рассчитывает при помощи гранта. В этом году молодые бизнесмены Брянской области могут получить на создание и развитие своего дела до 500 тысяч рублей. Если вы состоявшийся предприниматель, которому не более 25 лет, или им еще молодой человек, или девушка, которые недавно открыли свое дело, обязательно подавайте заявку на получение гранта. Такую возможность просто нельзя упустить. Печень того, на что можно направить полученные средства, огромные, разноплановые. Это и эндопомещение для бизнеса, и покупка стройматериалов, расходников, сырья, оргтехники, присоединение к инженерным сетям оплаты коммуналки, проведение рекламной кампании, даже оплата первых взносов по договорам лизинга, франшизе и многое-многое другое. Подать заявку на получение гранта намерен и 24-летний Эдуард Румянцев. В 19 лет он открыл в Брянске свою первую пекарню. Сейчас их шесть. Торговые точки во всех районах города. Имеется производство? Сам я в прошлом профессиональный спортсмен, и все эти качества я переношу в работу в бизнесе. И грант, который я намерен получить, хочу направить на развитие, на улучшение оборудования и закупку нового оборудования. На грант могут претендовать как индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий. Среди обязательных условий софинансирование 25% от общей суммы проекта, отсутствие у претендента за должности по налогам взносом свыше 1000 рублей и прохождение бесплатного обучения в центре «Мой бизнес». В настоящий момент завершается работа по утверждению порядка распределения финансовой помощи в регионе, и совсем скоро начнутся конкурсные процедуры. Обратиться за грантом можно будет в региональный департамент экономического развития. А в центре «Мой бизнес», если необходимо, специалисты помогут подготовить заявку, написать бизнес-план и обязательно необходимо пройти обучение. Подробнее об условиях получения грантов молодым предпринимателям расскажут в центре «Мой бизнес». Звоните 58 92 77 и не откладывайте это в долгий ящик. Это была последняя информация выпуска. Всего доброго. До свидания.